друзья приветствую вас на своем канале сегодня я хочу вам показать как вообще подготовить ходовую часть мотобуксировщиков к сезону к зимнему сезону сегодня мы будем разбирать полную разборку делать катков вскроем посмотрим в каком состоянии подшипники есть ли там вообще смазка если там ржавчина и надеюсь мое видео будет полезным для кого-то кто-то себе просто намотает на ус начнем как освободить вообще сами каретки с колесами я вот вам сейчас покажу вот я взял доску два стула и под переднюю часть засунул такую доску и приподнял то есть это облегчит снятию каретки здесь всего лишь два болта вот с одной стороны и с той стороны также просто их откручиваем и вынимаем каретку а далее мы будем раскручивать вот на каждом колесе по 6 болтов будем их раскручивать на моем мотобуксировщике ключ не головка на 17 откручивается довольно таки неплохо ноги нормально болтаюсь легко и просто вот так вот по одному болту сейчас открутить так один есть теперь вытаскиваем она легко вытаскивается все вытащили кстати вот здесь уже идет шум подшипника скорее всего здесь маски уже практически нету здесь нормально здесь нормально вот один подшипник только но мы будем снимать все все будем откручиваться смотреть что-то внутри начнем вот с этого который шумный берем головки головки здесь на 10 советую взять две головки но что другой стороны гайка чтобы было быстрее удобнее откручивать и так открутил я 6 болтов крышка сама и посмотрим что здесь полная полная при полная задница короче подшипник у нас можно сказать уже развалился даже вот такая вот заглушка она уже отвалилась и хотя она должна держаться и вот внутри покажу не знаю на камеру видно сегодня на телефон снимаю как бы немножко камера будет фокусироваться постоянно вот смотрите какая здесь задница здесь блин ржавчина здесь смазки как бы есть но ее немного выработка есть вот это все дело надо вычищать и смазывать далее просто берете вот так вот и самую резину снимаете резина кстати маш процесс это чисто бурановский вот здесь написано буран тайга точка ру вот такой у нас подшипник плохом состоянии конечно сейчас буду смазать для начала мы просто удалим смазку насколько это возможно ну хотя можно было конечно бензинчика туда налить у нас подшипник не рассыпался смазку я применяю буду сегодня применять это литол 24 он до минус 40 и до плюс 145 градусов по всему подшипнику размажем лишь лишний не будет вот на крышке видно здесь смазка вместе ржавчина здесь ржавчина тоже попадает некоторые не открывают полную разборку не делают вот вот эту заглушку снимают и просто вот шприцуют но это все фигня лучше конечно полную разборку сделать убедиться в каком состоянии у тебя подшипник ну и сделать полную смазку тогда это вот такой будет вариант самый правильный конечно времени много занимает но оно того стоит у некоторых моделей стоят три каретки вот таких вот у меня их всего лишь две там 12 колес у меня восемь вот и как бы больше времени будет занимать вот на такую вот процедуру ребята вот я снял еще одно колесо разобрал вот этот подшипник в идеальном состоянии вообще обалденный здесь есть немножко налет ржавчины но этого ничего страшного видно что хорошо крутится черноты и ржавчины здесь нету и вот я еще кстати одно заметил вот в этом подшипнике вот он гудит да я хоть его сейчас мазал все равно звук есть там вообще другой стоит подшипник вот это вот заглушка здесь синяя а там была черная она вот сразу я только его открыл сразу слетела то есть производители поставили вообще другой подшипник сейчас буду еще разбирать смотреть каком состоянии там вот так что вот так вот у нас в россии делают сборки подшипников вот я скрыл заглушку идеальный подшипник в хорошем состоянии здесь ничего нету ни ржавчины ничего но я чуть-чуть добавлю конечно смазки здесь они принципе не пожалели смазки здесь хватает и и вот это я понимаю идеальный подшипник сделано совесть а вот это говно сделано ни фига не на совесть закончил я смазывание колес и заметил одну такую штуку это скорее всего может быть после сезона так ну как бы кто будет покупать себе буксировки обратите внимание вот на эти пружины то ли они расслабли то ли они такими были вот одна только туго сидит и все остальные вот здесь вообще болтается он даже видно что краску поцарапала то есть здесь уже краски нету вот это немножко болтается вот обращайте на это внимание и здесь видно что пружины обрезают их даже неровно абсолютно неровно здесь вот здесь длинная здесь вот даже не торчит остальные торчат так вот производители делают не по размеру такие пружины как бы обращайте на это внимание при покупке новых мута буксировщиков еще хотел один совет дать вот когда приобретаете себе до обращайте внимание вот на эту пружинку она здесь слабая и оставят слабая вот я поставил поменял вот эту пружинку это возврат ну тут крыльчатка возврат газа чтобы вернуть газ если будет вот так вот у вас получится самоход то есть получается у этой пружинке нету усилия вернуть обратно газ вот у меня стояла вот такая вот родная она растянулась и приходилось немножко пальцем обратно делать когда допустим приехал на место вот такой вот небольшой нюанс есть еще один небольшой совет это для тех кто только только даже новый приобрел сразу смазывайте тросик газа вытаскивать его полностью из кожуха здесь откручиваете и откручиваете вот здесь вот тросик сжимается болтом вот и вот этот сам вот это трос и полностью полностью прям вытаскивать из кожуха и сразу смазывайте каким-нибудь маслом сейчас полно продается разного масла которое не замерзает некоторые ставят вот откручивают и просто подвешивают не вынимая из кожуха это все фигня надо в любом случае вынимать вам уйдет на это время ну 15 минут туда-обратно нас минут выйдет зато будете знать что у вас будет тросик смазанный и он не будет мерзнуть и чтобы вот не случилось самоходы чтобы от вас собака просто не уехала вот смазал я все катки остальные катки были в идеальном состоянии давайте подведем итог что вообще нужно для подготовки к зиме что нужно первую очередь сделать первую очередь сначала вам надо поменять в картере масло в любом случае после сезона зимнего надо сливать масло и определить если там бензин или нет бывает такое что попадает бензин масло это не есть хорошо причина тому это надо менять иглу поплавковую иглу я поменял меня стало идеально у меня был бензин масле так что этого первую очередь второе второе это надо значит менять фильтр в любом случае надо менять фильтр он забивается и собака остановит но двигатель на на мотобуксировщике становится плохо работать неровно то есть ему не хватает воздуха 3 3 это надо менять свечку в любом случае надо подбирать хорошую свечку чтобы у вас ровно все работало ну и четвертое это вот смазка полная разборка катков и смазка подшипников ну и пятое это смазка тросика чтобы у вас не замерзал зимой тросик ну ребята на этом я сегодня буду с вами прощаться кому был полезен оставляйте комментарии подпишитесь на канал оставьте лайк до следующих обзоров до следующих рыбалок всем пока всем счастливо